Как вы относитесь к вашей популярности? Все-таки вы сейчас буквально везде. Вы не устаете от такого? Нет, ну от себя я не устал, я собой наслаждаюсь, я в себя влюблен, я в себя влюблен. Вот, и зря вы сейчас об этом, так сказать, упомянули, потому что, ну, это очень меня отвлекает. Мы должны говорить о науке, о политике, об искусстве, а тут все. Вот, и по поводу славы здесь все очень просто. Конечно, любому примату есть, ну, есть биологически заложенное понятие доминантности и слава, но эта штука очень приятная, замечательная. Но, конечно, ведь любой, значит, продукт, еда, одежда, погода, жара, холод, прохлада, опять, когда прохлада приятная, да, когда мороз не очень сильный, когда тепло и, так сказать, солнышко приятно, когда дикая жара уже не очень, так и здесь. Когда слава, так сказать, это уже как Гагарин, если бы Гагарин поступил прыгать в банду Битлз, понимаете, такая слава, конечно, уже несколько тяжеловесна, потому что, ну, вот в апреле я был в Риме, в моем любимом Риме, но романтизм и расслабленность снега этого города, они были, конечно, сильно подавлены тем, что я выхожу к какому-то великому памятнику, например, к Колизею или на пьяцу перед Святым Петром, и эта площадь поворачивается с телефонами ко мне. И вы понимаете, ну, я-то должен что-то мечтать, наслаждаться, смотреть, а тут я не только специально позирую, но я понимаю, что они все меня снимают, и надо как-то играть памятник самому себе. Вот, там раньше стоял император римский, вот, и я там как бы в этом смысле тоже работал вот этим, значит, памятником. Так что, я всегда говорю, если можно было вот идти по улице, вот захотел схватить немножко эмоцию славы, прошелся, тебя все узнают, ну, а потом дальше хочешь гулять как частный человек, чтобы вообще никто на тебя не смотрел, раз так, вы, вот, как звук уменьшают, да, так сказать, выключил, но это же невозможно, понимаете, это невозможно, поэтому уже какие-то ухищрения, там где-то, значит, переулками, кустарниками, клумбами, понимаете, вот. Ну, я думаю, что сейчас многие, кстати, переулками и клумбами уже в связи с сложившейся ситуацией пойдут, вот, не центральными улицами, вообще эти дни отмечены изумительным каким-то приливом, чувством всеобщего патриотизма и готовности жертвенности. Я, как ученый, наслаждаюсь этим зрелищем, как в едином порыве вот эти 11-ти сегодня, 11-ти километровая пробка на границе с Грузией, понимаете, вот. И, конечно, да, вот это итоги, итоги многомиллиардного бюджетного финансирования казенной, казенной пропаганды патриотизма, мы в эти дни пожинаем итоги. Поэтому, что касается кустарников, переулков и прочего, здесь уже не только известные люди пойдут, но и совершенно незначительные. Честно говоря, вас будет сложно представить в костюме, да еще и в кустарнике. Ну, вообще, в костюме, это может быть, знаете, как в рубашке и в курточке, тоже в кустарнике. Ну, куртка, конечно, эстетская, но вообще, вы знаете, кустарник сам по себе – это очень милое место. Очень милое место, особенно, так сказать, если какие-то листочки красивые, цветочки красивые, или осенние листва прикрывает известного человека, а там может спрятаться и романтически, и прочее, и прочее. Ну, и потом, конечно, тоже для доминантности выйти на проспект, чтобы, так сказать, все, значит, русские люди достали свои иностранные телефоны, вот, и запечатлели, так сказать, ну, вот это. Ну, еще вот так вот. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не поставит, будет сосать.